Сегодня мы будем изучать глава Ноах. Я бы хотел в этом главе не начинать идти в глубины какие-то вопросов, а начинать просто по порядок вещам по главе нашей недели. В первой прошлой главе, глава Берашид, мы уже читали, что Всевышний расширован от поведения людей, и он дает людям 120 лет исправить своих поведений. Спустя 120 лет, в Всевышнем уговорит, я буду начинать новая страница. Будем перелистать новый лист, новые общества, новых животных, новых людей. Полностью обновляем все. И вот в нашей главе мы читаем про Ноаха. Первое в нашей приложении, в нашей послуге, это родословие Ноаха. И дальше, что он продолжает, Ноах был праведник. Причем тут его потомки, родословность. Тут нет родословности. Тут к этому есть два причина, почему это так написано. Вместо того, что писать, вот это родословный Ноах, Шем Хам Яфе. Ну, уже говорили про праведник, поэтому говорят, что он был большой праведник. Увековечить его память. Увековечить его память. Вторая причина, она более такая глубокая, говорит о том, что жизненный человек, это не всегда его дети, и не всегда его родственники, и не всегда его продолжительное время. Жизненный человек, это его поведение. Вот это и есть настоящая его жизнь. Ну, например, дам два примера. Люди, которые жили очень мало времени в нашей земле, и тем не менее, нету ни одного евреев мира, и может быть даже не евреев, который про них не слышал, а Газал жил там 36 лет. 36 лет. Совсем молодой человек, что успел в этот 36 лет. Абая и Иовы жили меньше 40 лет. Абая и Иовы, которым пишут их мнение везде, в Тальмуде, с начала до конца, там, сотни раз. Жили там 40 лет. То есть, продолжительная жизнь не является приоритетом. Приоритет, это какой ты человек. И об этом говорит нам Тору сразу, с самого начала. Ноах, его родословность, прежде всего, это его поведение. Его поведение, вот он был идеальный. Поэтому вот это его дети. Это начало его родословности. Потом мы продолжаем и говорим, что у него было еще дитой. Трое сыновей. А? Было трое сыновей. Трое, да. Трое сыновей. Дальше. Причина, почему разрушается вот мир. Вот посмотрите, в шестой главе, одиннадцатый, пасук. Вати шохеса орец, левны его иллихим. Вати моле его орец, хомос. Вати шохеса орец, что такое? Она стала гнилая, гнусная. Что значит гнусная земла? Гнусная, вот это выражение тишахет, шхитут. Гнусный человек, да. Гнусное состояние. В Тору говорят про двух нарушений. И для поклонничества, и распутства. Когда человек, он без контроля над собой. Распутство. Вот этих двух элементов, и в поколении перед потоп, они были очень-очень агрессивны. Они, как мы учили в прошлой главе, что даже ангели, которые спустились по разных обстоятельствах на этой земле, они даже, они были распутники. Не могли контролировать себя. Это первое. И для поклонничества, отрицание Всевышнему. Это тоже был абсурд. Адам умер недавно. Мы говорим, совершенно недавно. И тем не менее, они могли отрицать Всевышнему, несмотря на то, что его дети еще жили. И были несколько праведники. Мы еще будем изучать, какой еще из праведников был такой, выдающийся, который еще жил в то время. И тем не менее, они отрицали всего. Но был еще один. Это не только гнусность. Не только, что они были гнусны. Батимолео Орец Хомос. Земля наполнена Хамас. Хамас это не та организация, которая есть в секторе газа в Израиле. Не та. Это просто вари. Они занимались воровством. Воровство. И посмотрите, на следующий проложен. Есть следующий проложен. Ваяр, Elohim. И в Севышнему, увидел. Эссо Орец, воинене нишхоса. Увидел, как есть распутство. Как есть гнусны изымла. Ки шхис колбосорец далеко Орец. Вае, имер, Elohim. Ленуях. Гаварил. В Севышнему, нуаха. Кец колбосор болефонай. Миньедастали. Почему я решил, что все закрылось. Мы перелистаем. Ки моло Орец. Хомос ми пнеем. Земла наполнена. Что не поняна? Ни гнусность. Ни распутство. А что? Хамас. Воровство. Воровство. То есть, воровство наполнено так сильно земла, что я уже не могу. То есть, в Севышнему был готов простить людей за воспутство. Он был готов смириться в каком-то понимании или продлить сроки ожидания ойдала поклонничества. Но, на что было запечатано, что больше не все. Больше не проходим мимо. За воровство. За воровство это все. Это был предел. Вот воровство и в этом остановились. Что, что? Что написано? Насилие. Насилие. Это перевод. Это перевод. Это перевод. Перевод это комментарий. Дальше. Когда мы говорим... Когда мы говорим... Есть такой медраж, очень красивый медраж. Написано, что... В Севышнему говорит Ноах... Что он говорит Ноах? Посмотрите на 13-й пособ. Ба-йо-ймер-эл-э-л-хим-эл-но-ях. Кейт-скол-босор-бол-э-фанай. Как это в русском переводе? Конец всякой плоти на столу. Конец всяких плот. Вот в медраж написано, что конец всяких плот... Это ангел. Который порождается грехов. Так написано в медраж. И вот этого ангела, который называется конец... Вот конец жизни... Вот он пришел перед Севышнему и говорил... Говорит Севышнему Ноаха... Он такой большой, что я уже... Все, я должен слушаться. Он прав. Надо кончать здесь. Это такой медраж красивый. Тем не менее, дальше продолжаем. Написано, что... В Севышнему говорит Ноаха... Посмотрите 14-е предложение. А це ле-хо-тей-вас, а це гойфер. В Севышнему говорит Ноах. Делайте сибя. Делайте сибя. Как это понять? Делайте сибя. А? Сибе или сибя? Сибе. 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 Для сибя. Для сибя. Да. Да. А что это означает? Сделай сибя. Делай для сибя. Где мы учили, что надо делать это для сиби и для сибя? Где мы учили еще один заповед недавно? Суккот. Суккот надо делать суккот в себя. Что это означает? Что я должен сам сделать и сам пользоваться. Делать это. И делать это с моими личными ресурсами. И что это будет мое. Я могу просить у человека одалживать меня пользование в сукку. Я могу просить у человека одалживать меня место под сукку. Я могу проситься в гостях. Я могу просить у человека, помоги мне строить. Или стройте для меня. И я дам тебе за это деньги. Или просто скажу тебе спасибо. Но Ноах все этого не мог делать. Поэтому Раши утверждает, что Ноах строил сукку сам. Ковчег. Сам. Он все сам. Не только что он делал все сам. Он делал это все от своего личного ресурса. Это было его владение. Он сам. Да. Он сам саживал этих дерево. Он сам их косил. Он сам их обработал. Он построил этого ковчег. Отсюда мы понимаем очень тяжелый вопрос. Который много спрашивают. Почему Ноах строил ковчег 120 лет? Что такое? 120 лет? Что? А? Электроинструменты. Гельво, доллар. Раша, Роша. Есть объяснение? А где он смолу убрал? Какую смолу? Смоление. 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 Мы дойдем. Мы дойдем. Что? То есть почему мы говорим, что... Почему мы говорим, что он действительно делал это 120 лет? И это не вопрос для Раши. Раши не объясняет это. Нигде не объясняет. Он просто говорит, что это 120 лет. Почему? Потому что это не вопрос. Один человек делает ковчег в длина, размером, как мы будем читать, 300 локтей. Это примерно 150 метров. Один. Один сам. Ну, удивительно, что он мог вообще строить его. Еще на три этажа. Внутри этажа было еще много комнат. И он должен еще и собрать еду для них. И все снабжать в своем этого ковчег. Не сыновья даже. Но, конечно, это неудивительно, что это длилось 120 лет. Что будет понятно, когда читаем об этом в Тальмуде, где Тальмуд выходит из рамка обязательства понять самую текстуру, то там написано, и в Мидраше написано, что он строил ковчег с его сын Шен. А вообще в Мидраше написано, что он строил это просто с его сыновья. И не обязательно, что он прям со своих денег он мог покупать, он мог взять, одалживать. Это не должно быть именно его. В чем разница? Разница, что важнее. На чем был заповедь всевешнему? Что будет у него ковчег или строит ковчег? Понятно разница? Давай, расскажи мне, о чем разница. Когда я говорю, что мне нужно одевать филин, мне нужно делать филин или одевать филин? Когда мне нужно сидеть в суку, мне нужно сидеть в суку или делать сука? Сидеть в суку. Мне нужно что делать? Мне нужно учить Тору. Мне нужно молиться. Нужно. Вот процесс нужен. Не окончание молитвы, окончание знания. А процесс нужен. Вот когда мы учим текст Тору, как он комментирует вот здесь, по пониманию Тору, заповедь разделен на двух частей. Первый заповедь был ему делать ковчег. Процесс. Зачем ему нужен был процесс? Просто привлекать внимание от людей и начинать от них отпрашивать, ну, раскаиваться. Поэтому процесс был нужен. Поэтому процесс должен длиться много времени, что никто не скажет, что он не знает, что Ноах строил ковчег. Вы можете представлять, Ноах был такой большой человек в этом поколении. Очень большой человек. И он строит и строит и строит. 120 лет. Кто из них не знал? Все знали, не могли сказать, что не знали. И всех, которые были вокруг него, могли дойти. И он сам пришел и говорил, почему я строю ковчег. Потому что вот-вот будет уничтожение мира, если вы не раскаиваетесь. То есть у Ноаха была миссия. Потом есть еще один заповедь. Мы будем читать его. Когда Всевышний Мух говорит, заходи. Внутри заходи. Ты и все остальные. То есть начало было обязательство строить. Дальше. Как он должен строить? Мы читаем, что должна быть определенная длина, определенная ширина. Три этажа. Там должна быть определенная комната. Комната должна быть для животных, для таких животных, для других животных, для людей, для еда, для мусора и так далее. И еще одно из обязательств. Это называется ЦОГАРТА СЕЛАТЫВА. Где это написано? Это в главе, в шестой главе, в шестнадцатый пасух, приложение ЦОГАРТА СЕЛАТЫВА. Как это в переводе? Интересно, как они перевели это? Делай просвет. Просвет. Что такое просвет? Задор, проем. Правило? А в комментарии Раши мы находим два варианта. Что это за ЦОГАРТА? Что это за ЦОГАРТА? Так называется? ЦОГАРТА? Да? ЦОГАРТА есть два варианта. Что такое? Первый. ЦОГАРТА, первый, это окно. Второй, это дорогой камень, который имеет внутренний свой свет. И он может осветить. Ну, причина это делает, это свет, вроде бы свет. В КОВЧЕГ. Поэтому, есть два варианта. Или окно, или вот такой очень видный, очень особенный вид дорогой камень, который дает освежение. По себе, от себя. Выходит свет. Не знаю, у меня нет. Очень интересно, есть еще один комментатор. Очень известный, называется Хезгуни. Хезгуни говорит, что ЦОГАРТА это не окно и не дорогой камень. Это масло. Масло и фитле. Свечи. Откуда мы видим такое слово? Слово написано в главе, там, ТЦВ, в книге БАМИДБАР, что надо приносить МОШЕ масло и цара. Вот, похожие слова. Почему Лаши не объясняет так? Кроме того, есть очень простые вопросы. Как один окно может спасать трехэтажное здание в длина 150 метров и ширина еще какой-то 70, ну, например, на три этажа с разных комнат, как спасает один окно? Как это спасает в жизни? И Ребе очень красиво объясняет, что покажите мне, где написано, что в Совещенном сказал МОШЕ, сказал НОАХА, делайте вход в ТЦВ, в Ковчег. Где написано, что должно быть какой-то мусорный этаж. Написано? Не написано. Где должна быть комната, сколько комнат должно быть? Не написано. То есть, в Совещенном не должен был сказать МОШЕ все условия, которые должны быть в этом Ковчеге. Он говорил ему общий размер. Вот 150 на 70, три этажа, вот, много комнат, ты должен делать. Он не указал ему, что именно. Естественно, говорит Ребе очень разумно. Естественно, как он принес туда воды, наверное, он принес какие-то разных виды еды, он, наверное, и принес сюда масло и фитле. Этому не надо говорить НОАХА. То есть, тут указано не вопрос просто освещения, а какая-то особенная причина, которая нужна в Ковчег. Что нужно? Нужно дополнительно. Нужно окно для двух вещей. Первый осветить дневной день, понятно, когда ночью, когда утром, да? Что будет воздух свежий входить, да? Проблем с этого окно, что в первые 40 дней, когда шел потоп, остановился полностью процесс движения Солнца и Луна. Они остановились, они замерли, они перестали функционировать, то на улице было темно. Темно, темнота полностью была. Нет, это по простому тексту второго, так и понятно. Мы потом будем изучать это. То есть, поэтому, ну, зачем нужен первые 40 дней окно? Никак он не функционирует по плану освещения, да? Поэтому, говорят, второй вариант, что это был камень, а камень, у нее было определенное качество, так объясняет Раши. Качество такое, что днем он светил меньше, ничто не светил, меньше. А когда была ночь, он светил больше, да? И он, его могли носить из места на место. Поэтому, не было как окно, привязанное определенное место в ковчег. Он с ним могли ходить и осветить себе. Дальше. Сколько животных зашли в ковчег? Сколько? Нисколько в общем суммарно. То есть, если пара, от всех пар, да? А кошерные животные? По семь. Посмотрите, просто текст интересный. Кошерные семь пар. А? Кошерные семь пар. Хорошо. Посмотрите вначале, указ какой. Посмотрите, в шестой главе, девятнадцатое приложение, пасук. Дальше, дальше, дальше. Читаем, 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 читаем. Где написано семь? О, в седьмой. В седьмой написано уже второй пасук. Семь. То есть, другими словами, в совершенном говорит ему. Тебе нужно взять минимум, что будет два. Это всем. Ну, вообще не обсуждается. Должно быть продолжение рода. Тебе нужно семь. Вот это условие для того, что ковчег будет функционировать, нести жизнь после окончания вот этого потока. Потом он говорит ему. После того, что он говорит в шестой главе, в шестой главе двадцать второе приложение пасук, во ясноях и в ноах делал все, что говорил ему Всевышнему. Это о чем? Остроительство и подготовка к ковчегу. Он делал все. Потом Всевышнему приглашает ноах. Он говорит, заходи в ковчег. А когда он говорит, заходи в ковчег, он там говорит ему, по-кошерному животный, тебе нужно взад. И поэтому понимал ноах под окончанием потоп, что он должен приносить им жертвоприношение. Иначе зачем так? Зачем разлучить между них? Поэтому он понял конец. Потоп, что из ковчега в вида надо, наверное, приносить жертвоприношение. Иначе зачем так? Хорошо? Но есть тут один упущенное непонимание о какой кошерности. Где кошерно? Кто знал, что это кошерно? Чистого? Чистого? Какой чистого? У нас перевод чистого. За чистые действия. Это написано в хумаж написано так. Микола бы ему из любого вида животного хате ойго. Хате ойго это означает ну, кошерное. Какая кошерная тут? Первый, отсюда мы знаем, что ноах учил то. Он знал то. Во-вторых, это было сказано на будущее. Тот, который станет. Станет кошерного. Ноах это знал. Ноах знал что. Что и какой. Еще тут написано как заходит ноах к своем ковчег. посмотрите в седьмой главе шестой пасуг, шестой приложение. то есть тут разделение к определенных определенных полей. Он, его сыновья, его жена и их жен. причина, что во время потоп и до выхода из ковчег нельзя было уединиться с женами. Это касалось тоже животных. Они не могли. Они не могли. Где написано? Где написано такое? Где написано такое? Давай почитаем. Внутри историю. В одиннадцатый. Давай в одиннадцатый. В одиннадцатый. Одиннадцатый пасуг. Да? Да? Давай еще один нюанс. В десятый пасуг. Посмотрите. В десятый пасуг. Что это за семь дней? Семь дней от чего? Семь дней какие? Семь дней это означает, что мы должны входить и теперь семь дней. Семь дней от чего? От чего отталкиваться семь дней? От посадки туда. Ну нет, какой семь дней должны происходить сейчас. Поэтому говорят, что тут была очень интересная ситуация. Метушелах, который указан в прошлой главе, умер. Он умер четко, когда закончилось 120 лет ожидания к потопу. И Всевышнему ради уважения Метушелаха ждал семь дней к начала потопу. Должен был начинать потоп, когда завершило 120 дней. Всевышнему говорил, что надо уважать Метушелах, несмотря на то, что никто не вспомнит кроме Нуаха. Мы ждем семь дней, шива то, что называется, а потом начнется потоп. И тогда, в каком числе? В следующем году, было 600 лет. В следующем году, второй месяц. Второй месяц какой? Хешбан. Ты говоришь Хешбан. Ты говоришь Хешбан. В этом есть спор между мудрецов. Они... Это тот же спор, когда было сотворение мира. Раби Элеазар говорит, что это был месяц Хешбан. Раби Йошуа говорит, что это был месяц Ияр. Ияр. Но мы сейчас будем считать все расчеты по месяц Хешбан, потому что два раза делать расчеты будет просто, ну, утомительно, да? Мы будем говорить Хешбан, да? Потому что это более распространенное мнение. В какой день в месяц? В какой день в месяц? В семнадцатые дни месяц Хешбан. Тогда подземная вода поднялась вверх, вода из вниз, разберилась вниз, и начинается сорок дней и сорок ночей. Сколько... сорок дней и сорок ночей, когда закончился потоп? В числах. В семнадцатого Хешбана начал... Начал... А? Ваша письмова следующая. Какой? Двадцать восьмого, восьмого, что ли? Двадцать восьмого, восьмого. Восьмого. Почему восьмого? Потому что должно быть днем и ночью. Днем и ночью. Сутка. А не полдня. В семнадцатого Хешбана днем начал потоп. Ночью, что с ним? Поэтому заканчивался расчет двадцать восьмого кислева. Окей? Окей. Поняли. Дальше. Сколько... И это тоже очень красивый математический вопрос. Сколько... Как мы знаем, какая глубина занималась, как глубоко вошла... Ковчег... Вошел ковчег внутри вода. Дно. Вот. Ковчег. А? На двое этажа. Не. 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 Мы говорим о размерах. Сколько... Сколько метров? Сколько локтей? В то время мы мерили по локтям. А? Вначале написано. Написано сколько... Сколько... Сколько дно было под водой? Пятнадцать. Пятнадцать что? Локтей. Под водой? Где написано такое? А, нет. Это под водой. Под водой. Под водой. Вот. Очень красиво. Тут Раши делает просто очень красивое объяснение. И он говорит. Давай будем считать. Сколько... Сколько вода была над горями. Максимальная высота вода над горы. Какая? Пятнадцать локтей. Замечательно. Замечательно. Когда было закончилось... Когда закончилось... Когда закончился потоп, мы говорили. Это было в восемнадцать... Восемь... Восемь... Кислева. Да? Хорошо. Что? Когда начали спуститься воду вниз. Через... 150 дней. Через... Какой... Какая числа это было 150 дней? Секунды, 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 секунды. Сколько? Потом убывало. Мы говорили. Сорок дней. Давай не путаем. Сорок дней. После сорок дней. 150 дней. Вода осталась на той же уровень. На той же уровень она не спала. Вообще не взяла вниз. Она осталась на такой же уровне. Это было тоже чудо. Определенное видео. Вообще она была ровная. Да? Спустя 150 дней она начала отпускаться вниз. Да? Сколько... Какое число тогда получается 150 дней? Скажу. Первого сивана. Почему? Ну... Рашид делает очень красивый в его сорт. Он говорит каждый еврейский месяц. Один месяц 29 дней. Второй месяц 30 дней. Хорошо. Месяц Кислеев он был 30 дней. Сколько дней остались с 28-го до конец месяца Тишвей? Сколько дней? Двадцать. Двадцать восьмого включено. Три? Три дня? Три дня в Кислеев. Потом наберите просто калькулатор. Тевет, Шват, Адар, Ниссан и Яр. Добавьте три дня месяца Кислеева. Увидите, что это 150 дней. То есть 150 дней, значит, вода стояла на своем уровне. Тут написано, усилилась вода. Двадцать четвертый посуд. Написано, и усилилась вода на земле 150 дней. Что-то нагрузировалось. Мы говорили, что максимальная высота была 15. Что-то значит, она просто не снижала. Ну, если она не снижала, значит, она как-то обогашала себе. Не так ли? Не, она снижала. То есть должно быть какой-то пар. Должно быть какое-то что-то. Оно никак не ушло. Под земля должно ходить. Вместо того, она обогашала себе. Она держала себе на той же высотой. Какая высота? Максимальная высота 15 локтей над горами. Вот того, что мы говорим. Так написано, она у нас в Тору, да? Не нравится? А как дословно написано в Торе? Дословно. Давай, где? 24. После 15 локтей над горами написано. Она усилилась. Значит, она не пошла вниз. Она просто была сильна. Она типа переборола земла. Вместо того, что земла смогла ее пробить, она осталась такая же. Тогда было бы не опускалась. А усиливалась. Значит, она шла. Это такой язык в Тору. Вы говорите, вы спрашиваете о переводе. Я не могу исправить перевод. Перевод это перевод. Еще раз. Да. Вы еще не зачитали. Да. Восьмая глава. Третий посуд только здесь пишется. И пошла назад. Вода с земли идти обратно. И убавлялась вода по окончании 150 дней. Такая глава. Третий посуд. Тут пишется, что вода уже начала убаваться. Когда? 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 По окончанию 150 дней. По окончанию 150 дней. Все. 150 дней она начала спускаться. Через 150 дней она начала пропускаться. Да. Вот мы того, что мы говорим. То есть, 40. 40, мы говорим, это 28-го кислева. Кислева. 28-го кислева до 1-го сивана 150 дней. 150 дней начинается снижаться. Когда? Остановилась. Когда? Остановилась. Застяло. Можно сказать. Извини. Давай вопрос другой. Когда были видны горы. Через сколько? Не, не. Остав сел. А когда она остановилась? Когда? Когда? Видели. Уже. А? Что? Восьмой. Нет. Вода продолжала убывать до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показали с вершины горы. Так. Спасуха. Да. Конекс приятного месяца показали с вершиной горыDA. Получается, я сейчас объясню это. вы будете чуть-чуть потерпеть и увидите давай я скажу сейчас конец математики, а потом вернемся разбираться внутри того для того, чтобы увидеть горами надо было еще 60 дней 60 берите это как исходные данные то есть 15 локтей спускались в 15 в 60 дней убирались 15 локтей так сколько в каждый день ушла ушла вода 4 локтя что 4? 60 на 60 на 4 локтей 4 локтей 4 локтей 025 в обратном порядке хочется это тебе не электричество 70 да а когда а когда остановилась а когда остановилась ковчег спустя 17 дней 17 дней получается что за 17 дней убиралось достаточно воды для того, что ковчег будет застрять сколько 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 в 16 в 17 дней да 17 дней сколько сколько снималось воды 17 разделите разумножите на 0 25 а что в 17 день на какой не 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 16 дней это в 17 день месяц месяц сиван остановилась ковчег то есть первый день это еще было 16 дней 16 разумножается на 4 литра не литров не литров не дай бог литров литров этого вообще было до сих пор был потоп если если по литров мы были еще в потоп локтей четверт лок разумножить на 16 это 4 метра выходит что глубина то есть дна ковчег было сколько локтей 11 4 плюс 11 15 застрял мы знаем отсюда мы видим это потом мы видим это потом так так оно есть потом но в таком измерении вот мы говорим о очень высока высота так наверное это не пошло так быстро а потом действительно пошло быстрее намного но сейчас очень интересно что это за десятый месяц у нас есть двух дат давай я скажу это по-простому у нас есть первые даты 17 17 хашвана когда началась потоп от него мы говорили когда закончилась когда остановилась вода когда началась спуститься вниз это было не секундочку когда остановилась ковчег когда остановилась во седьмой седьмой давай считаем какой сейчас сейчас давай с хашван будем считать месяцев хашван кислеф девет шват адар нисан и яр извините кислеф девет шват адар нисан и яр сиван седьмой месяц замечательно теперь мы говорим о десятый месяц десятый месяц от чего после десятый месяц наверное начало давай посчитаем у нас есть кислеф девет шват адар извините кислеф девет шват адар нисан и яр сиван тамуз ав элул элул как получается что потом суха в тишрей в тишрей в тишрей было суха как так не седмой седьмой получается седьмой получается к остановлению и потоп двадцать восьмого двадцать восьмого кислеф десятого получается к началу потопа хешван и поэтому это месяц ав вот поэтому это так ав значит когда мы читаем седьмой это будет седьмой месяц кислеф остановление потопа а когда мы говорим десятый десятый рашот начинается сначала потоп хешван поэтому это месяц ав это диссонанс который написан автору но это по другому не получается рашоты а потом когда мы говорим что еще спустилось сколько время спустилось получается когда видели а да тогда получается что дальше получается у нас увидели верхнюю большинной горы он ждал сколько время 60 дней и отправляет ворон ворон отправляет возвращается он ждет после ворона сколько время 7 дней голубь первый пошел еще 7 дней еще раз 7 дней и еще раз и после него 7 дней и тогда он открывается то 60 дней и это было вот закончилась вода закончилась он не открывается закончилась вода когда в первого тышрея брошешь она брошешь она и он ждет потому что она была как как болото закончилась вода не видно вода надземной в первого тышрея Брошишь она, закончилась вода А когда вышли Когда вышли из Ковчег Двадцать восьмого Хешвана Двадцать восьмого Хешвана Получается, что они Они находились в Ковчег Они находились в Ковчег Год И десять дней А? Не нравится, да? В одном комментарии читал, что Двадцать седьмого Хешвана Ну да Почему разница одиннадцать дней Семнадцатого и двадцать Потому что Считали не по еврейскому календару А по солнечному календару Солнечных дней Это одиннадцать дней, но двадцать седьмого Хешвана, хорошо, назовем так То есть получается Что после этого Мы После этого Мы читаем, что было Что было после всего этого Ну ах получает От Всевышнего Заповедь Уходи из Ковчег Вопрос Он так хотел уже уходить из Ковчег Он отправил ворон А потом еще один голуб Еще раз И еще раз И ждал К чему он всего это ждал? Семь дней Он ждал Для того, чтобы выходить Поняв, когда выходить А теперь в Совершенном уговоре Ты знаешь, нах Давай уходи Зачем заповедь? Зачем заповедь? Он сам хочет уже Наверное, очень хочет А он просто в Совершенном уговоре Давай ты знаешь Можно Я скажу тебе Почему это не совсем так Ну ах мог выходить уже давно Он находился на На вершине Арарат Где-то Арарат В Турции Висота какая? 6-7 фут Очень высоко 5,8 или 6 Очень высоко Да, это в Турции Турция, Армения Ну не важно Он высоко То есть он точно Мог выходить давно И жить на вершине На горе Нет, не сложно Он просто не вышел Почему Ну ах Почему Ну ах не вышел? Он не хотел Ни он, ни другое Не хотел Им понравилось Почему понравилось? Вот этого гармония Который все животные Все Животного мира Могли находиться Одновременно Друг с другом Это Пришел Из определенной Святости Которой мы называем По приходу Машиаха Когда льва Будет жить Сигню Игненок А он Находил Находя В ковчег Им ничего Не было Недостаток Они чувствовали Себе Очень комфортно Не вопрос А пространство Духовного Не хотели Не хотели Больше Ничего Им Это Было Достаточно Из-за этого Говорит ему Всевышнему Не-не Уходи Причем Не просто Уходи Как Раши Говорит Уходи Никого Не должен Оставаться Оставаться В ковчег Все должны Уходить Любой Вид Животного Существования Должен Покинуть Ковчег И Всевышнему Дает Тогда Перечень Определенных Обязательств Первое Обязательство Ты должен Выходить С твоей Жены То есть Запретом А Сближение Прекратился Теперь Надо Надо Новый мир Создавать И не только Тебя Все Животных Должны Сейчас Погождать Новых Это Должны Второй Он говорит Нуах Я даю Тебя Владение И власть Над животным И право Их Кушать До Адама До Нуаха Было Запрещено Людей Есть Животных Они Были Вегетариант Теперь Он говорит Нужно И можно Кушать Второе Есть Условие Живое 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 Нельзя Не просто Живое 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 Даже если Будет Вытаскивать От нее Только Кровь Его Только Кровь Не кусок Мяса От животного Просто Будешь Вытаскивать Как молоко Вот Вытаскиваешь Кровь Нельзя Это тоже Считается Часть его Органа Нельзя Кушать От животного Да Когда он Живой Сейчас Не будем Спросить А в чем Молоко Отличается Отличается В чем Это отличается Это другой В чем Отличается Допустим Йод Тоже Вопрос Отдельный Не важно Сейчас Но В этом Есть разрешение Второе Отдельное Что это Возможно Вот Первое Второе Запретил Всевышнему Животный Напаст на Человек Почему До Потоп Из-за Грехов Человек Всевышнему Разрешил И требовал От животных Мстить Его Месть Людой А теперь Он говорит Им Все Это Закончилось Вы На Людой Не Нападайтесь И тут Есть Нюанс На Людой Когда Человек Выглядит Как Животный Это Не Сказано Когда Человек Человек То Не Нападается Когда Человек Не Человек Ну Это Уже Не В В Воле Дальше Есть Запрет А Убийство Это Часть Заповеди Сыновья Петра Убыл Тоже Будут Требовать И Три И Последний Если Это Было Нечайно Но Человек Не Пришел И Не Признался Перед Судом Не Принимал Удар Убийство Изгнание И Не Раскаивался От Его Совершенные Поступления А Нечайно Нечайно Убийство То Это Тоже Будет Считается Что Как будто Б Он Убыл Человек Последний Который Мы Читаем И Читаем Я Буду Сократить Потому Что Уже Поздно Мы Читаем Знак Который Всевышний Ставит Между Человек И Всевышний На Будущее Потому Что Нуах И Животных Не Хотели Погождать Следующих Поколений Зачем Это Надо Когда Ты Уничтожишь Еще Раз Собственно Поставил Радуга Радуга Как Знак И Тут Мы Говорим Об Этому Говорили Несколько Лет Несколько